В эти дни предприятия аграрной отрасли начинают готовить земли под посев озимых. Для успешного выращивания сельхозкультур нужен комплекс различных удобрений. Особое внимание специалисты уделяют питательным добавкам природного происхождения. Это навоз, при умелом обращении с которым можно улучшить плодородие почв. Как это устроено на Вурнарском мясокомбинате, смотрите далее. Ежегодно с полей вымывается большое количество полезных веществ, гумуса и органических удобрений. По данным агрохимической службы Чуваши, почва страдает от нехватки питательных веществ. Но только минеральные удобрения эту проблему не решат. Также надо в почву вносить органические удобрения или заниматься биологизацией, то есть псевом седеральных культур и так далее. То есть почву надо постоянно воспроизводить. Содержание гумуса не должны снижать. В органике пролонгированное действие в отличие от минеральных удобрений. Она и разлагается медленнее и лучше способствует накоплению гумуса, улучшая тем самым структуру почвы. Данная почва, судя по цвету, содержит 4-5% гумуса. Лучше это приносить элементы питания со стороны, с органическими удобрениями. Потому что органические удобрения – это навоз крупного рогатого скота, это куриный помет, это различные виды компосты. Именно они являются наилучшим удобрением. Основной способ накопления гумуса в почве и улучшения ее качества – внесение подстилочного полуперепревшего навоза. Эти поля принадлежат агрохолдингу «Вурнарский мясокомбинат». 30 тысяч гектаров засеяны кукурузой, ячменем, пшеницей. Основная часть урожая идет на корм скоту. Большое поголовье надо кормить. На молочно-товарной ферме в Молдокосах выращивается 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Современный комплекс был введен в 2011 году. Для своих полей агрохолдинг использует органические удобрения, которые производятся здесь же. Автоматическое оборудование помогает создать целую систему накопления органики. У нас есть твердые отходы, твердый навоз, плюс жидкий навоз. Но жидкий навоз, он должен обязательно храниться в таком резервуаре, он не должен просачиваться в землю. Накопленный резервуар стоит полгода. Мы сдаем анализы в лаборатории. Лаборатория нас подтверждает, что мы имеем разрешение на вывоз поля. В агрокомплексе утверждают, что здесь соблюдаются все нормы безопасности. Сейчас ни одно крупное сельхозпредприятие не работает без лабораторного экспертного заключения. А значит, жители окрестных деревень могут быть спокойны за местную природу. Татьяна Иванова, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова